К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, является ли грех причиной бедности? Иногда является. Вот мысль из книги-притчей Соломона. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит виной туг, не разбогатеет. Это говорится о праздном времяпрепровождении, о том, что человек любит пить, любит много есть. Конечно, такой человек не будет хорошо трудиться, и поэтому, скорее всего, беднее. То есть каждый грех имеет свою разрушительную логику. Еще Соломон в другом месте в притчах тоже говорит. «Таков путь всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им». Или, говоря русской пословицей, «краденым куском сыт не будешь». То есть если ты берешь чужое, грешишь любым видом воровства, взяткой, откатом, неважно как, то это будет отнимать у тебя жизнь. Как это будет происходить? Как-то Господь это попустит. Это будут скорби с близкими, болезни, что-то еще. Но все, что неправильно, все, что с грехом нажито, для того, чтобы ты был спасен, Господь у тебя отнимет. Потому что с этим ты в Царство Божие не войдешь. Поэтому да, грех бывает, что разрушает жизнь человека и приводит его к нищете, к бедности, к болезням. Но не всегда. Мы знаем очень много людей, которые бедны, потому что не грешат. Вот у меня есть друг, который отказался участвовать в коррупционной схеме и потерял очень хорошую в этом смысле доходную должность. Потому что он, как христианин, не захотел в этом участвовать. И он перестал быть богатым человеком. Мне кажется, что такая бедность — это путь праведности. То есть мы не будем участвовать вот в этом, вот в этом, вот в этом, потому что мы христиане. Потому что ведь можно быть богатым, и при этом жизнь твоя может рассыпаться. Все умирают, все болеют, все несут страдания в этой жизни. Что пользу человеку, если он приобретет весь мир, говорит Христос, а душе своей повредит? Да, ты будешь богатым, но если ты будешь одинок в старости, и все будут ждать, только скорее бы ты умер, чтобы разодрать твое насредство на куски. И дети тебя не будут любить твои, потому что ты занимался всю жизнь только собой. Что тебе от этого богатства? Ты не заберешь с собой ни копейки. Нак, пришел, нак, уйдешь. Поэтому бедность, бедность — это не всегда плохо. А богатство — это не всегда благословение Божие, это не всегда хорошо. Вопрос сложнее, конечно, чем вот как он нам задан, но если прямолинейно смотреть, то да, грех, допустим, грех пьянства. Конечно, он разрушит судьбу человека, скорее всего, он лишится и работы, потом у него разрушится семья, а потом, скорее всего, он потеряет и жилье. Будет он бомжом из-за того, что он разрешил себе спиться, будет. И так тоже бывает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok